Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политэк, я приветствую всех вас. И сегодня мы общаемся с известным украинским политологом Виктором Небоженко вместе с нами. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Сергеевич, с вашей помощью, как говорил легендарный Олег Блохин, будем разбираться. Но не с футболом, а со сложными политическими и геополитическими процессами и событиями, которые происходят. Сначала президент Казахстана Касым Жамартакаев в присутствии Путина говорит, что Казахстан не будет признавать квазиреспублики, так называемые ЛНР и ДНР. Литва, в свою очередь, объявила о запрете транзита ряда товаров в Калининградскую область. Москва уже пообещала ответить действиями по защите своих национальных интересов. В Северноатлантическом альянсе предупредили, что вероятное нападение Российской Федерации на Литву является поводом для задействования пятой статьи Устава НАТО, что сделает участниками конфликта США и весь альянс. На будущем саммите НАТО, который состоится в Мадриде, будет объявлено, что Россия больше не партнер, а угроза безопасности, мира и стабильности. Также вспомнят, как писал классик, не злым тихим словом и Китай. Давайте обо всем по порядку. Вам слово. Да, ну вы собрали кучу. Но вы правы, что в середине этой кучи запрятана, и, но об этом все знают, Украина. И не внутри украинские проблемы, а проблемы, которые касаются всего мира. Потому что нападение России на Украину выбило два, ну как, два столпа, два, как россияне говорят, скрепы. Две скрепы международного порядка. Первое. Не угроза, а значит не распространение ядерного оружия. Россияне отбросили это. И второе. Запрет захватывать чужую территорию, нарушение границы. И то, и другое Россия, так сказать, отмела, и в результате мир теперь не знает, что делать. Потому что, как мы с вами уже говорили, что дело не в том, что окончить войну можно только в том случае, чтобы другие страны потом сделали вывод, что такую войну допустить нельзя. Так устроены войны. Они не просто заканчиваются миром, они еще заканчиваются и историческим, и мировым опытом. Что можно, что нельзя. А сейчас в российско-украинской войне нет такого окончания, которое бы послужило добрым опытом для других стран. Или предрассрежением для агрессора. Поэтому, чтобы вы понимали, что кроме российско-украинских острых отношений, мы боремся за свою независимость, справедливость и, в общем-то, жизнь каждого украинца, есть еще большая мировая проблема. Как остановить использование шантажа ядерным оружием и как заставить Россию признать, что он агрессор, чтобы другие так не поступали. Потому что, как минимум, уже 10 стран согласны тоже начинать бороться со слабым соседом. Так что, к сожалению, нам еще придется долго терпеть эту войну не только потому, что враг силен, и не потому, что у нас не хватает сил победить, но и потому, что весь мир получил, ну не загадку, а такой конфликт, который не сравним даже с Первой или Второй мировой войной. Потому что там было ясно, чем должно закончиться. Правда. И после Первой мировой войны все были уверены, что Второй мировой войны не будет. Но вы помните, один ленивый, скучающий немецкий журналист спросил Шпенглера, а он тогда написал «Закат Европы», «Будет ли Вторая мировая война?» Он сказал «Обязательно». И тут ехидный журналист говорит «Ну если вы так уверены, то через сколько?» Он говорит «Ничего страшного нет, ровно через 20 лет, когда подрастет новое поколение, которое не знало войны и не имело опыта страшной войны». Так оно и произошло. Это было сказано им в 1918 году, и в 1938 война уже была полным ходом. Ну ладно, мы не о том. Я хочу, чтобы мы еще с вами не забыли, может вы мне напомните, в России сейчас умерло два интересных человека. Это Геннадий Сарецкий, это очень толковый методолог, человек с очень широкими философскими взглядами, глубокими. И Барбулис. Да, Барбулис. Я почему вам говорю… Да, Геннадий Барбулис. Да, Геннадий. Почему я говорю вам про Барбулиса? Потому что на самом деле Барбулис заложил очень интересные модели управления новой власти с действительностью. Первое. Барбулиса ненавидели все, потому что он принес идею, что рядом с сильным, мощным, харизматичным президентом обязательно должен быть серый кардинал. Он внес вот эту модель серого кардинала, которую взяли потом все страны, в том числе Украина, до сих пор. Ну, может, Ермак блестящий кинематографист, но все его считают серым кардиналом, и это считается очень плохо. Барбулис придумал еще одну очень некальную вещь. При старой сильной консервативной власти дать возможность делать реформы реформаторам, которые с этим бы не справились. А потом можно было их списать. Так и получилось. И это же проходила Украина несколько раз, и Россия несколько раз. Это очень важно. Барбулис придумал хитрую идею. Мы отпускаем Украину, но мирными средствами будем ее держать. Так что, чтобы вы понимали, что не Путин монстр, а идеология сегодняшней России формировалась послойно, начиная вот с таких вот людей. Он рано умер, ему всего, ну, я так считаю, 76 лет, он бы мог жить гораздо дольше, но так получилось. Вот это очень важно. И, наконец, самое главное, это то, что касается нас, больше Украины, чем России. Когда отчаянно боролся Ельцин с Горбачевым, тут надо быть внимательным, то Гарбулис пришел и предложил. Давайте развалим Советский Союз, и тогда мы победим Горбачева. Я что хочу сказать? Логика внутриполитической борьбы оказалась выше национальных интересов страны. То есть, вот эта формула, вот этот негативный опыт должен быть очень полезен для Украины. Никогда внутриполитические конфликты в Украине не должны заканчиваться тем, что давайте победим президента или Верховную Раду, или там еще кого-то там, и за счет развала Украины. Это очень-очень важный момент. Виктор Сергеевич, возможно, найдется сейчас другой Бурбулис, более современный, который скажет, давайте мы развалим Российскую Федерацию, чтобы победить Путина. Вы знаете, уже ничего не получится, потому что на самом деле Запад использует Украину в борьбе с Путиным, для того, чтобы обездвиживать Путина. Я в прошлый раз пытался вам намекнуть о том, что вполне возможно, вполне возможно, что люди, окружающие Путина, понимают прекрасно, что они не могли его сбросить. Но за счет втравливания его в конфликт с Украиной они сделали его опасным для всего мира, они сделали его опасным для России. И это, опять-таки, стиль Бурбулиса. Давайте сделаем войну Украины с Россией для того, чтобы Путин проиграл в конечном счете, а это может закончиться тем, что вы сказали, полуразвалом России. Я повторяю, полуразвалом, потому что такое огромное пространство просто так не разваливается. Это нужно еще огромные-огромные усилия, которые называются перестройкой, и Запад этим активно займется. Я в данном случае хотел бы обратить ваше внимание, что пройдет какое-то время, мы победим, и нам нужно немедленно начинать реформы, немедленно бороться с олигархами, с коррупцией, восстанавливать социальную справедливость. А может быть даже сейчас, потому что если Запад почувствует, что Украина гниет после войны, очень слабая, не способна на саморефлексию, на самореформацию, то, скажу вам сейчас, революционный, жесткий, наглый тезис. Запад отвернется от Украины, несмотря на то, что она победила. И начнет работать с проигравшей Россией, потому что там удобней, понятней, и там есть полезные для них вещи. Поэтому на самом деле уже сейчас, находясь на пике войны, мы должны думать, как переиграть Россию на втором этапе, когда война закончится. А это связано прежде с тем, что надо делать сейчас уже много для реформы. Обратите внимание, мы уже несколько раз с вами говорим о том, что власти не удается соединить тыл и фронт. Это очень плохо. Тут бы я хотел перейти к событиям, которые очень важны. Когда вы сказали о том, что и Литва, и Казахстан, то мы говорили с вами о том, что происходит расширение российско-украинской войны на новые направления области. И они будут и углубляться. Это будет горизонтальное расширение, то, что мы с вами видим. Даже чисто физически, если мы посмотрим на карту, о чем мы с вами говорили. Об обандировке острова Змеиного, об обандировке вышек Бойко. И об этом, о запрете транзита Литвы из Белоруссии, из России и Белоруссии в Калининград. Кстати, на самом деле, на самом деле, Запад опять хитрит. Ему не Калининград нужен. Ему нужно создание закрытой зоны вокруг Белоруссии. Вы обратили внимание, что Белоруссия пострадает больше, чем Калининград. Потому что Калининград не является способом импортозамещения. А Белоруссия очень удобный такой пункт. Она все покупает на Западе. И при этом тут же все идет в Россию. А теперь и этого нельзя будет делать. То есть, на самом деле, Лукашенко стоит перед тем, что он нам всем всегда угрожал. Что я уничтожу Польшу, я уничтожу Украину, я разберусь с Литвой. Вот теперь у него есть возможность двигаться в любом направлении. То есть, по сути, Виктор Сергеевич, вы хотите сказать, что сейчас Александр Лукашенко и пожинает, собственно говоря, плоды тех угроз. Те заявления, которые он делал и в адрес Украины, и в адрес других европейских государств. То есть, свое он получил. Абсолютно правильно. Да, он сконцентрировал сейчас войска на юге Белоруссии против Польши и Украины. А теперь он имеет проблему с Литвой. Кстати, в Литве, ну там рядышком и другими прибалтийскими этими, стоит немецкое танковое подразделение, бригада. То есть, я хочу посмотреть, как белорусы или Путин будут пытаться что-то сделать с немцами. То есть, на самом деле идет расширение способов давления на Россию. Кроме того, то, что сейчас сделала Литва, запретив транзит, и Белоруссия, повторяю, будет болезней, чем Калининград. Это своеобразный способ стимуляции стран НАТО и страны ЕС по организации правильного голосования приема в НАТО Швеции и Финляндии. Потому что Прибалтика это в какой-то мере задний двор Швеции и Финляндии. И для них очень важно, чтобы угроза Прибалтики со стороны России не ложилась тенью на Финляндию и на Швецию. То есть, это заставит все страны НАТО двигаться в это направление. Что касается Казахстана, то, конечно же, очень сильно рискует сегодняшний президент. Кто-то говорит, что это была, знаете, не импровизация господина Атакаева, что, по сути, это все было согласовано. И Симонян, которая модерировала эту встречу, этот форум, Петербургский международно-экономический форум, хотя статус международный он довольно-таки условный, потому что так называемые ЛНР и ДНР и талибы. И так себе это все международный форум, да. Но все же такое вот смелое заявление Атакаева прозвучало, и Путин не стал его никак комментировать публично. То есть, понятное дело, что два президента не будут ругаться между собой, выяснять отношения абсолютно, но тем не менее. Ну, еще раз повторяю, это, конечно же, когда говорят, что за ним просто стоит Китай, это не совсем так, потому что, в общем-то, очень сильный Канада, очень сильные Соединенные Штаты в экономике Казахстана и очень сильная Россия. И в какой-то мере это мужественный шаг Атакаева. Вы не забывайте, в холодильнике у Путина дома есть трехлитровая банка яда новичок, и он спокойненько может налить любому этого новичка, кроме себя, конечно. Поэтому, скорее всего, все-таки Атакаев рискует. И самое главное, он сбивает ту роль, на которую так рассчитывал русский бизнес и русская экономика, о том, что через Казахстан можно будет торговать со всем миром, ну, как делает, в общем-то, и Иран и так далее. И таким образом противопоставляться санкциям. То, что делает Атакаев, резко сужает зону маневра российского бизнеса через Казахстан. Это очень важно. Это тут, поэтому смотрите, эти войны, зерновые войны, энергетические. Сейчас Кремль рассуждает, стоит ли ему отсоединить, как и Украину, электросети Литвы и всей Прибалтики от российских электросетей. Но тем более это заставит Прибалтику и Литву быстрее опираться на Запад, а Западу быстрее определяться, что делать с Россией. Я так говорю, потому что, вы знаете, вот недавно к нам приезжали три солидные политики, страшно солидные. Они по 25 лет работают. Ну, Макрон проще немножко. Но не 95-й квартал, все-таки финансовые всемирные банки и так далее. Я говорю, что у Макрона не было. До президентства он работал министром экономики или министром финансов. Ну, знает, что такое. Да, да, что такое управление, я согласен. Что такое политическая ответственность. Но вот в чем проблемы? Вот я думаю, что мы немножко провинциально считаем, что они приехали для того, чтобы помирить нас с Россией. Нет. Это старая Европа. У ней проблемы заключаются в том, что Франция, Германия и Италия управляет Европой, ЕС. Но одновременно они хотят и дружить с агрессивной Россией. И они не знают, как поступить. Они ничего не привезли сюда. Вы заметили, что на следующий день приехал Джонсон. А с Джонсоном тоже наша пресса и наши аналитики, так как ими не управляют с офиса президента, там людей, в общем-то, профессиональных политологов нету. В офисе президента нет профессиональных политологов. Я не имею в виду профессиональные те, которые получают деньги, а которые понимают глубину политических проблем. Джонсон приехал не просто для того, чтобы нейтрализовать приезд европейской тройки старых стран. И не просто для того, чтобы привезти какое-то оружие. Он невинным образом, совершенно так, между прочим, сделал Украине страшно сладкое предложение. Невероятно сладкое. Ну, фантастическое. Он предложил каждых несколько месяцев обучать в британских колледжах и академиях украинских солдат. Каждые 120 дней до 10 тысяч украинских военнослужащих. Давайте об этом поподробнее поговорим. Конечно. Я вам скажу, вы, наверное, заметили, но это я не делаю никакой рекламы. Я в Фейсбуке написал, что после войны очень важен мирное существование армии украинской, которая победит, которая будет обладать колоссальным авторитетом. И власти, которая должна быть некоррумпированной, честной. И они должны делать и реформы, и бороться с коррупцией, и с олигархами, и так далее, и так далее. Вот это все надо делать. Сама власть не справится. Мы это понимаем. Армия тоже это не умеет. Но это очень важно. Вот соединить армию и действующую власть. В противном случае нас ждет, это я все о Джонсоне вам рассказываю, нас ждет период нестабильности, когда начнутся беспорядки, когда начнутся попытки переворотов, когда начнутся многочисленные перевыборы. Это очень все опасно. Мы будем терять время, которое Запад нам дает для того, чтобы мы восстановились после войны. Он не будет терпеть ни одного дня. Точно так, как сейчас он тянет время с военно-политической помощью Украины, точно так после войны Запад тут же включит счетчик и скажет, что каждая минута дорога. Вы посмотрите, как это будет все. Виктор Сергеевич, а если будем сейчас акцентировать внимание на Западе, на крупных геополитических игроках в контексте вопроса, который связан с завершением этой войны. Понимаем, что определенные есть интересы у Штатов, у Великобритании, у Европейского союза в целом. Какую цель они, собственно говоря, преследуют и какую они хотят в финализацию этой войны, ее окончание? Ну, естественно, ослабление, политическое, экономическое ослабление России, отрыв России от Германии и от Китая. Все, вы извините. Это то же самое можно сказать на трех языках, и это будет правдой. Все прекрасно понимают, в Пекине, в Москве и в Вашингтоне понимают это. Я хочу, чтобы мы с вами акцентировали внимание на то, что украинцы тоже не глупые. И они понимают, что борьба идет на уровне всего глобуса. И Украина просто оказалась тем оселком, который позволит вот этот разрушить антиглобалистский и антиамериканский, антизападный проект. Германия, Россия, Китай. И это многое получается. По крайней мере, дистанция есть даже между Пекином и Москвой. И дистанция между Москвой и Берлином. Тот факт, что роскошнейшие артиллерийские установки германские появились на Украине, говорит о том, что русским будет очень трудно засвести. Но, смотрите, сейчас все наслаждаются очень пустой затеей. Ну, пустая, она хороша, но она прямо не будет носить. Я имею в виду вступление Украины кандидатом члены в ЕС. Обратите внимание, два года назад Великобритания вышла из ЕС. Но Великобритания является нашим главным с вами сейчас близким партнером. И в это время Украина входит в ЕС. Это вопрос о том, что все очень сложно. Пока что не входит, а рассматривается вопрос о предоставлении нашей стране статуса кандидатов членов Европейского союза. И тут, знаете, вот есть такое слово, возможно, оно не самое корректное, но, тем не менее, как слово «западло». И Венгрия поддержала предоставление этого статуса для нашей страны, о чем это может свидетельствовать. И вот вы вспоминали визит вот этого политического квартета. Мы забыли, что также приезжал и президент Румынии. На следующий же день немецкая пресса писала о том, что за закрытыми дверями Зеленского уговаривали возобновить переговоры с Российской Федерацией и с Путиным. Мол, мы согласны вам предоставить вот этот статус кандидата члена Европейского союза. Мол, Владимир Александрович, ну, пора садиться за стол переговоров и договариваться. Знаете, я хочу найти, но, наверное, мне трудно будет, я хочу найти бытовую метафору, показать, насколько все это будет сложно. Это, знаете, вот представляете себе, женщина в возрасте болеет, трое детей, квартиры нету, развелась, два раза развелась. Мужчина болеет, немножко пьет, разведенный, дети где-то, с квартирой плохо, и они решили создать новый брак. Вот так вот можно представить отношения между ЕС и Украиной. Смотрите, какие проблемы стоят перед ЕС мгновенно. Это что делать с украинскими беженцами, статус их сейчас немедленно. Если через несколько дней Украина становится кандидатом в члены, то уже сейчас нужно принимать какие-то протоколы. Второе, это беженцы. Второе, кто будет финансировать восстановление Украины? В такой ситуации план маршала становится планом ЕС. А пойдет ли на это Запад или нет? Третье, мы остаемся конкурентами, особенно в пищевой промеженности, в IT и многое другое. Четвертое, избиратели, избиратели. У нас 26 миллионов избирателей. Если они начнут голосовать в Европейском парламенте, так там же, вы можете себе представить, там будет проукраинская мощная группировка, состоящая не только из Украины. Плюс не стоит забывать о той квоте, которую может потенциально получить Украина в Европейском парламенте. Абсолютно, да. Если мы еще объединимся с поляками и другими странами, то по сути это будет какая-то коалиция будет сформирована в Европейском парламенте. И все это очень тяжело. Это слава богу, что не нам с вами нужно отвечать на эти вопросы. Но это реальные политические проблемы, которые возникнут на второй день после того, когда мы скажем, ну наконец-то мы кандидаты в члены ЕС. Я уже не говорю про Турцию, которая страшно обижена. Ее унизили до уровня Украины. Не нас подняли до уровня Турции, а Турцию, которую в 99 году приняли в кандидаты в члены, до сих пор остается кандидатом. И ей очень обидно. И теперь неизвестно, не обойдет ли Молдова или Украина еще Турцию на повороте. Ну вот видите сколько всяких. Я хотел бы закончить сюжеты с Джонсоном. Это что-то новое. В лице Лондона они показывают, что старая имперская британская выучка никуда не делась. Сформировать пробританскую украинскую армию. Что это означает? Что не дай бог в Украине со стороны пятой колонны или внутри там офиса президента, или подвалов президента, или каких-то олигархов станет вопрос о военном перевороте. А участие военным в наведении порядка в Украине. И вы понимаете, что часть военных будет говорить, это приказ, нам дали деньги, мы воевали, или еще что-то. А часть военных, которая пройдет британскую выучку, скажет, армия вне политики. Украина прежде всего. В общем то, что нам надо. То есть на самом деле Джонсон вырвал. Не, конечно, он наши сумеют саботировать. Но он предложил нам очень важные вещи. Я не могу переделать Украину, он говорит, но я могу помочь вам сделать европейскую армию. Мы не можем переделать офис президента. Мы ничего не сможем сделать со слугами народа, на какие бы мы курсы их не посылали. Но мы можем сейчас в лице армии формировать новую сильную группу гражданских и военных людей, которая очень поможет Украине после войны. Виктор Сергеевич, а знаете, о чем хотелось в этой связи с вами поговорить также? Место и роль нынешней современной России на политической, геополитической карте. Я хотел бы еще раз вернуться к нашему с вами интервью довоенному, в котором вы не единственный, кто из украинских политологов твердо говорил о том, что полномасштабная война она будет. И говорили о том, что по сути генералы, ФСБшники, разведчики, они и вынудили Путина пойти на эту войну. Вот если же мы будем с вами говорить о роли России, которую она сейчас занимает, об отношении к Российской Федерации в мире, о том, что сейчас происходит там, я не знаю, в администрации президента, во всех этих взаимоотношениях между башнями, Кремля, там в бункере Путина. Вот давайте об этом также поговорим. Давайте, давайте, да. Я несколько раз пытался уже акцентировать на одной вещи, которой вот нет на Украине и в других странах, но есть в России. Вот смотрите, есть политическая сила у президента Путина, есть военные, военные генералы там, есть силовики, есть бизнес какой-то, а есть еще пропаганда. Ну, для нас пропаганда это вообще несчастные, которые по телевидению выступают целыми днями, и одно и то же говорят, и все уже устали. Или этот циник из, не будем называть их фамилии, то есть очень плохо у нас с пропагандой. А в России пропаганда оказывается сильнее политики. Вот в чем дело. Вот вам короткий пример. Сегодня пропаганда России, а пропаганда России в какой-то мере не просто подготовила общественность к этой войне, потому что 8 лет только говорили, что там у хохлов, какие украинцы плохие, как, что они там сделали со своими территориями, которые мы отобрали в Крыме и Донбассе и так далее. Но пропаганда в России оказалась сильнее политика и даже главного политика Путина. Путин верит пропаганде больше, чем спецслужбам. Спецслужбы вынуждены оглядываться на телевизор, и Запад это понимает. Вот вам короткий пример. Концентрация сейчас пропаганды на Украине, российской, совершенно правильно. Но она не может быстренько двигаться. А теперь ей нужно резко перебрасываться на прибалтийский, на защиту Калининграда, на ненависть к Литве, на защиту Белоруссии. Она не сможет это делать. И вот эта растерянность, различные удары, которые наносит российская пропаганда сейчас по Западу, оно будет тут же проникать к тому же Путину. Сегодня Путин злится будет про Донбасс, завтра он будет про Литву, завтра еще что-то. Это очень редкий момент, и Запад этим пользуется, что пропаганда в России сильнее политики. Потому что политика там скутсоржилась буквально до окружения Путина. И Путин часть, к сожалению, не к сожалению, но он часть пропагандистской машины. Он этим гордится. Но с другой стороны, он поглощает самые фальшивые и антироссийские, неправильные российские. Нарратив это не национальный интерес, это просто нарратив. Вот и все. Который сегодня есть, завтра нет. Мы как с вами, как люди работающие с телевидением, радио, мы прекрасно это понимаем. А Путин не отличает пропагандистский сюжет, нарратив о цели. Потому что он тоже стал частью этой машины. И когда он принимает решение, он думает, а вот что скажет эта девушка Симонян? Правильно поступила или нет? Вы скажете, это невозможно. Он независимый, могущественный. Нет. Он часть пропагандистской машины. И Запад... Виктор Сергеевич, мы приходим к такому выводу и мнению, что решение о проведении так называемой спецоперации на территории Украины, оно было принято на основе вот этих пропагандистских нарративов. Совершенно правильно. И это, знаете, это политическая магия времен, наверное, 30-х годов, 19-го или 20-го века, когда какой-то пропагандистский тезис может стать реальностью. Помните знаменитое марксистское выражение? Ну, не надо вам помнить, это не марксистское выражение, но я просто пример показываю политической магии. Политической магии. То есть, когда что-то на основании слов превращается в реальность. Понимаете? Учение Ленина, Маркса Ленина всесильно и верно, потому что оно всесильно. Вы только вдумайтесь. То есть, истину, истина создается на основании того, что существует огромная пропагандистская сила. И все. А оказалось, что в реальности с этого ничего не выходит. То же самое и у Путина. Ну, я вам скажу, что это не первое. Когда-то у нас был один президент, и он страшно любил смотреть только один канал, Интер. И там показывалась Украина хорошая, которая страшно любит Кучму. И он принимает решение, ну, раз меня любит вся страна, я иду на второй срок. Вот вам маленький, маленький, узкий, узкий пример того, когда пропаганда становится главным аргументом, казалось бы, для сильного политика. Макс Вебер когда-то в своей знаменитой статье «Политика как профессия» говорил, одно из главных важных черт политика – умение дистанцировать слово от дела. Говорит, ты можешь что угодно, но ты должен понимать, в чем заключается реальность. Вот у Путина сейчас этого абсолютно нет. Сейчас он запутался в предложениях, и очень сильно зависит от ожиданий пропагандистской машины. Более того, даже военные, а это дальше имеет свое, даже военные чувствуют, что он пытается политически давить на военных. Вот давайте здесь начнем войну, давайте туда пойдем, давайте сюда пойдем. С точки зрения генерального штаба России этого делать нельзя. Но он это делает, потому что это будет классно смотреться по телевидению. Там будет восторгаться и улыбаться. Политика превалирует над военной целесообразностью. Пропаганда превышает политику, политика превышает военную. Виктор Сергеевич, а скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, а вот какие промежуточные итоги вот этого противостояния силовиков и политиков внутри Российской Федерации, и вот эти постоянные, скажем так, ну пусть бросы или инсайдерская информация о разных сценариях политического транзита. Это также попытка сформировать нужный для Кремля нарратив пропагандистский? Ну, во-первых, есть одна сексуальная тайна у России. Она заключается в том, да, да, ну как интимная, ладно, не секс, не надо, потому что я смотрю, вы заинтересованы, так посмотрели. Нет, нет, интимная тайна. Она заключается в том, что при всей ненависти к Западу Россия все свои шаги постоянно смотрит, а как оценил Запад нас. Поэтому вот эти многочисленные вбросы это не что иное, как такое предложение Западу, но идущее не от Путина, а от окружения, от других групп. А давайте вот так попробуем, а давайте вот так попробуем, как Запад к этому отнесется. И Запад прекрасно понимает о том, что он остается неким тайным учителем даже для сегодняшней ненавистной антизападной России. Ну, завязка большая, 300 лет слишком много. Вы же заметили, как Путин себя сдерживал. Он сказал, самый главный враг страны это Ленин, который там дал независимость Украине. А теперь он говорит, что вы знаете, посмотрев на Петра Первого, я думаю, что он зря открыл окно в Европу. Конечно, то есть его из последних сил уже удержали. Говорит, только не говори этого, потому что это будет катастрофа. Мы же не Европа, и мы и не Азия. Но вот хорошо видно, что и Путин, а прежде всего его окружение, которые любят доллары больше, чем рубли, и ориентированные на Запад, постоянно бросают Западу различные такие предложения, надеясь на то, что что-то заинтересует. Кстати, точно так же Лукашенко себя ведет, между прочим. Лукашенко продолжает дальше петлять и проводит вот эти все всевозможные учения. Как раз 22 июня, Виктор Сергеевич, хотел бы обратить внимание, сейчас немножечко опять вернемся мы к Беларуси, что с 22 июня по 1 июля Беларусь проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, и планируются также учебные сборы военнообязанных. Об этом заявили Министерство обороны Беларуси, как раз в конце июня, в начале июля там определенный политический форум должен состояться в Беларуси, куда Путин приедет. И традиционно ваши коллеги, политологи, аналитики утверждают, что уже в который раз Путин приедет убеждать Лукашенко уже непосредственно принять участие в этой войне. Ну, по сути, это Беларусь и так принимает участие в этой войне, отдав свою территорию. Ну да, с территории Беларуси обстреливают наши города. Но, слушайте, давайте откровенно, пусть это и цинично будет звучать из моих уст человека, который должен оберегать, говорить правильные вещи, но не циничные. Как только, и Лукашенко это прекрасно понимает, а он еще и посмотрит нашу с вами передачу, не переживайте. Как только Путин добьется от Лукашенко приказа о нападении на Украину, то на следующий день сам Лукашенко потеряет не только власть, но и жизнь. Потому что для Путина он уже больше не нужен. Услуга, оказанная, уже не является услугой. А подлость, оказанная, тем более не будет признана подлостью и тем более... И поэтому я думаю, что он борется не за то, как спасти Белоруссию, не за то, чтобы как-то вывернуться от давления Путина. Он элементарно борется за свою жизнь. Как только он отдаст приказ о нападении на Украину, он тут же потеряет либо здоровье, либо власть, либо вообще жизнь. А зато Путин вместе с Симоньян выйдет на пропагандистские площадки и скажет, вы видите, что украинцы как отомстили Путину, отомстили Лукашенко. Он не жилец и так далее. То есть, в этом смысле Лукашенко прав. Путин ждет смерти Лукашенко, но перед этим хочет попользоваться Белоруссией. Лукашенко ждет смерти Путина, но перед этим хочет попользоваться Россией. Пока у Лукашенко получается лучше. Интересно. Каждый ждет смерти. Виктор Сергеевич, а вот если же мы вспомним там истамбульские переговоры и отходы российских войск из-под Киева, вот тогда казалось, что удастся и Украине, и России решить широкий спектр вопросов путем переговоров. И там даже уже какие-то были определенные договоренности. Москва, и украинская сторона, и Архаме, и Мединский об этом говорил. Но не сложилось. Не получилось. На ваш взгляд, почему? Потому что Запад прекрасно понимал, что через месяц ожесточенных боев Запад весь прекрасно понимал, что после месяца ожесточенных боев и Киев, и Москва попытаются остановить кровопролитие. И чтоб этого не произошло, и Запад, а прежде что Соединенные Штаты развернули кампанию и законодательный процесс по ленд-лизу. Иными словами, если украинцы, вы немедленно сейчас вступите в перемеде с Россией, вы не получите ни денег, ни оружия. А Россия не остановится. Я думаю, что такой аргумент очень сильно повлиял, если не на Ермака, то по крайней мере на президента Зеленского. Еще раз повторяю, Запад показал нам будущее свои планы и свои вкусняшки, свои средства, которые нам поможут этому. Но только не идите на переговоры. Хотя он прекрасно понимал, я ее помню, читал статьи в это время западные переводные, где они говорили, острота войны такая сильная, что буквально через месяц-полтора наверняка начнутся переговоры. Они и начались. Но, как мы видим, Запад сделал все, чтобы это продолжалось. И он не он агрессивный, просто он прекрасно понимал, чтобы Зеленского. Киев пытаются обмануть. Обмануть. Но вы знаете, Зеленский тоже не дурак. Он же послал на Стамбульскую встречу практически то, что называется у мошенников кукла. То есть там не было, там он прослал своих друзей, своих знакомых, людей, не имеющих серьезного отношения к большой дипломатии, не имеющих сильных завязок в мире дипломатии. То есть вы хотели сказать, что таким образом Зеленский продемонстрировал свое серьезное отношение к этому переговорному процессу? А почему не серьезное? Скажем так, осторожное. Давайте найдем слово, которое показывает, что наш президент не глупый человек. Осторожно. Хорошо. Я ведь не просто так вспомнил Давида Арахами. Дело в том, что как раз после завершения визита вот этого политического партета в Киев, он заявил о том, что Украина может возобновить переговорный процесс в конце лета, а именно в августе, в случае, если удастся совершить успешные контрнаступательные действия вооруженными силами Украины на определенных, ну, скажем так, ключевых направлениях. То есть это такой был отголосок визита Шольца, Макрона, Драги и президента Румынии? Все это правильно, но если вы помните стамбульский процесс, там вдруг всплыл Абрамович в Украине и который оказался очень близким в честной до неприличия связи с Арахамией. Время прошло, стамбульский процесс переговорный не пошел и вдруг скрывается о том, что Арахамия подписал письмо бесплатно за огромные деньги, это миллионов тридцать не меньше. Совершенно бесплатно, ну, вот как филантроп подписал письмо в защиту Абрамовича, который якобы спас от гибели 400 тысяч украинцев. Это очень цинично со стороны Арахамии, крайне цинично. После войны ему придется уехать с Украины сто процентов или поменять фамилию, как там сейчас принято очень сильно. Потому что в это время в Израиле вспыхнул конфликт, вспыхнул скандал о том, что другой Арахамия, ну, уже и еврейский, израильтянский, израильский, признался, что точно же такое письмо в пользу Абрамовича, но за огромные деньги, 55 миллионов, так что это не наша с вами сумма. Я не думаю, что Абрамович не знал цену такому письму. Там был очень крупный скандал в Израиле. Поэтому там, где появляется Арахамия, значит, президент осторожничает. Он позволяет Арахамии спалиться, ну, за какую-то компенсацию. Это очень важно. Примерно такая же. А там, где появляется Абрамович, вы его называете кошельком Путина. Это кошелек, да, это динамичный кошелек Путина. Там, где появляется Абрамович, то сделка практически решена, но нужна финансовая гарантия. Так что, если еще раз появляется... вот Размы, Виктор Сергеевич, с вами вспоминали и Турцию сегодня многократно, и уже тут вспомнили Абрамовича. Хотел бы обратить ваше внимание наших зрителей и слушателей на тот пост в телеграм-канале собственном, который написал Леонид Невзлин. Это один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС. Я его процитирую, этот пост, а вы прокомментируете. Турция превращается в прибежище грязных российских денег и они же, что хуже, вовлечены в принятие политических решений. Путинский человек в Турции Роман Абрамович, ему поручена работа с Эрдоганом и по личным вопросам, и по вопросам переговоров с Украиной. В частности, они договорились о сдаче батальона АЗОВ на условиях того, что их всех поменять. Выполнит ли Путин свое обещание? Пока не похоже. Известно, что АЗОВцев пытают, а некоторых перевозят вглубь России и чем дольше это происходит, тем хуже выглядит. Если с ними что-то случится, то дни Абрамовича как посредника закончатся и санкции, которых он до сих пор избегал, найдут своего героя. Но этим роль Абрамовича не ограничивается. Через близкого помощника Эрдогана он организовал покупку дачи Алине Капаевой на юге Турции и дома в Стамбуле. Эрдоган выделил президентскую охрану. Сам Абрамович в Турции частый гость, пользуется их авиацией и всеми благами цивилизации. Свободны от санкций. А еще в резиденции Эрдогана часто видят бывшего заместителя председателя правительства России Игоря Сечина. Но об этом Невзлин напишет немного позже. Я еще добавлю к тому, что написал очень плотно в своем тексте Невзлин, что, вы знаете, несколько недель назад в Лондоне должна была произойти контрреволюция и в парламенте ставили вопрос о вотоме доверия к президенту Джонсону. Премьер-министру Джонсону. И тогда, в общем-то, уже вскрылась финансовая связь между этим голосованием британских парламентариев и Абрамовичем. Злость Джонсона была ужасной. Он же мгновенно при помощи американцев конфисковал несколько дорогих ягд Абрамовича. То есть, Абрамович успел наследить везде. Поэтому, еще раз повторяю, дружба Абрамовича, скажем так, противоестественная дружба Абрамовича с Арахами говорит о том, что в офисе президента довольно неряшливо относятся к кадровой политике. И по-прежнему Невзлин зря думают, что если Путин спалит Абрамовича как политика, то что-то произойдет. Ведь Абрамович это же кошелек, понимаете? Что касается русских денег, которые перемещаются в Турцию, в Арабские Эмираты, даже в Индию, на юг Африки, да, теперь им придется медленно мигрировать по всему миру. И каждая страна будет брать то, что ей надо. Вот что значит воровать у собственного народа и не иметь защиты у собственного народа. Это я про Россию, а со временем такое будет и с украинскими олигархами. Ну а Турция и Эрдоган по сути отставят свои интересы. Знаете, мы вопрос о Турции с вами будем активно обсуждать в сентябре вместе, когда там будут проходить местные выборы. Во-первых, Эрдоган уже проигрывает 10 крупнейших городов Турции, мэры которых и его политические оппозиции, оппоненты. Сейчас показывают выборы. Если он выиграет выборы, тогда он может еще больше требовать от Абрамовича и может даже спасать Путина. А вот если он проиграет выборы, остается только знаменитый эрдогановский политический маневр, переворот. Кстати, Роджер Таип Эрдоган ровно за год до президентских выборов, которые должны состояться уже в следующем 23-м году, заявил о том, что будет принимать в них участие. То есть, допустим, мы понимаем, что есть разные политические культуры, политтехнологии, советуют абсолютно разные, но если же мы проводим какие-то определенные параллели, там, компаративный анализ, то Макрон тянул с объявлением об участии в выборах президента Франции, он тянул по сути до последнего, то Эрдоган заблаговременно, ровно за 12 месяцев, заявил о том, что будет принимать участие в этих выборах. Знаете, я когда-то был начальником информационно-аналитической службы одного президента, и когда мы с ним обсуждали в какой-то такой нормальной, теплой обстановке второй срок, я ему говорю, во-первых, второй срок обязательно надо, потому что мы не выполняем тех задач, которые хотели сделать первый срок, мы только три года учились. Кроме того, внутри политически все политики, начиная от Кучмы, Эрдогана и Байдена, Байдена, Байден самый старший из них, обязаны заявлять о том, что они будут продолжать политическую деятельность в том статусе, в котором они находятся, потому что они опираются на какие-то политические, экономические, культурные круги, которые, если сейчас узнают, что их лидер или их представитель не будет дальше заниматься политикой, то это очень сильно ударит по его защите, по его укреплению. Поэтому все президенты говорят про второй срок. Это так полагается. И Кучма со мной согласился. Как вы помните, он выиграл второй срок достаточно блестящий. Каждый добропорядочный президент должен думать о втором сроке уже на следующий день после инаугурации в рамках первого срока. Конечно, да. Если завтра Зеленский вдруг скажет, что я не иду на второй срок, то Арахамия начнет продавать его через 30 минут. Так, Виктор Сергеевич, я предлагаю поставить троеточие огромное вам спасибо за этот разговор, за эту беседу, эфир. Виктор Небоженко, известный украинский политолог, был сегодня вместе с нами на Политаке. Также я говорю спасибо и благодарю всех наших зрителей, слушателей и подписчиков за внимание. Берегите себя и все будет Украина. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok